Всем доброе утро. Я присоединяюсь с Наташным планем по поводу дискуссии. Я буду рассказывать про сообщество. Буду даже начинать немножко из дальних лет, как оно начиналось в 2004-2005 году, как я наблюдал рост нашего фейдайверского сообщества с самого начала, и поговорим про такие основы, в принципе, их три основы фейдайверского такого общества, его развития. Это обучение, это путешествия, приключения и соревнования. И про них будем говорить, общаться, здесь какие-то свои истории добавляйте. Но, в общем-то, все мы начинаем, все пришли в фейдайверинг с обучения, с первых шагов, с интересом к фейдайверингу, а дальше уже формируется сообщество, растет, усиливается, меняется, новое сообщество образовывается именно вокруг этих активностей наших основных, их трех. Но есть какие-то интересные, даже образовательные, дополнительные, кроме обучения в фейдайверинге, и непосредственно есть всякие события с обучением специфическим вещам, как научные такие конференции, научные форумы, но в любом случае, если больше вам общить, то есть с обучением. Поэтому начнем. Первое дело мы с обучения. Называется обучение. И поговорим про обучение, про начало, и как вообще в России зародился, ну и в мире даже можно отойти немножко назад. В принципе, в мире немножко по-другому. Первые такие вот события, которые произошли более спортивные, и Аида начала активно формировать сообщество в 90-х годах, и начала делать соревнования, и курсы, в принципе, у нее добавились немножко больше в России, больше, наоборот, в России обучение было в начале саунга соревнований, ну и соревнования тоже были усиливающим таким фактором, но все равно такой рост именно, приток новых членов сообщества происходит через самые первоурни, базовые курсы, как они там назывались, там, в Нью-Йорке называются, первая звезда, первый уровень, первая волна. И тут огромную роль в таком увеличении количества членов нашего сообщества играет количество инстаров в стране, количество людей, которые обучают, количество людей, которые создают такие события. Поэтому вот такой фактор роста и сейчас, и в прошлом, как я это видел, и сейчас, и в будущем, это увеличение количества инстаров. Поэтому такой скрытый посыл всем, кто здесь, подумать про то, как вы можете сами повлиять на рост кредайминга в России. И, ну, самое лучшее влияние – это стать со временем инструктором, тренером, там, про соревнования отдельно поговорим, организатором, событий каких-то, интеренсы, форумов, соревнований. Но вот это вот направление, ну, и многие здесь инстаранты, многие здесь видят, многие здесь видел путь там вот начинающих кредаймеров и до вот-то там опытных, опытных таких обучающих-экспертов. Вот, экспертов. Но обучение самое главное, я думаю, на первое место можно повторяю, это вот умение прививать любовь к кредаймингу. И есть иногда такое, с точки зрения восстановки целей, на первое место выходит не всегда вот этот пункт прививания любовь к кредаймингу. И вот я хотел бы акцент на это сделать, что очень важно в первую очередь не показывать результаты, не учить или учиться самому достигать больших результатов, но это таким наиболее быстрым способом, а самое главное, это просто получить удовольствие, учиться, классно, это не те вот вещи, которые раньше рассказывали, да, это не какой-то такой слишком перекос в другую сторону, достижение результатов, а именно это вот такое удовольствие, то там будет больше и больше людей приходить, интересоваться, пробовать. И, ну, как мы видим, задержка дыхания, задержка дыхания там полторы, две, три минуты, это такое вот время, доступное любому начинающему кредайверу практически, и прогресс, наверное, даже до пяти минут, это тот прогресс, который такой уже считается практически рекреационным. То есть, если раньше пять минут задержка дыхания считалась прям суперсложным достижением, то сейчас, ну, 4-5, там, иногда 4 можно немножко подзастрять, но если тренироваться просто регулярно, даже три раза в неделю, два раза в неделю, даже на сушу немножко дома делать какие-то программы тренировочные, сухие, сухой задержкой дыхания, то, ну, задержка 4-5 минут не является чем-то сложным, да, это вот больше именно работает с расслаблением, с мыслями, вот, не требует всех возможностей, каких-то топ-запасов кислорода. Секретно, секретно, про статики, да, про статики, кстати, кстати, динамика 4-5 это уже рекорд, такой уровень рекордов мира, это уже сложнее. Вот, чуть-чуть, да, ну, соотношение статики, кстати, динамики, интересная такая штука, что когда техника не очень экономичная, то соотношение может быть там 1, обычно 1 к 3 где-то, то есть в 3 раза меньше движение получается, а может быть, иногда 4, но чем чем лучше техникой, там обычно один, получается, уже уходит и опытный педайвер. У меня диапазон 8,5-плюс, и получается, я 4-4,5 могу в движении экономично делать. Хорошо. Какие у кого-то есть истории? Расскажите. Вот, на этом на стыке двух тем этих удовольствия и неудовольствия. У кого есть опыт? Кто приехал сюда, имея опыт неудовольствия? У меня, у меня есть опыт. Андрей, скажи, что ты делаешь? Андрей, я понимаю. И про недовольство, и про недовольство, и про недовольство. У меня был очень крутейший опыт, это был 2014 год, когда я ушел с основной своей работы, и мы с Лешей работали вместе. И я приезжал тренироваться к Лехе и к моему Наташе. И был очень интересный момент, когда я привык к своему басику, я от него получаю удовольствие, но для того, чтобы получить удовольствие, мне нужно было минут 10 походить по портику, полежать, упаковаться, растягиваться. И я научился, что, говорится, мять вот это вот все для того, чтобы получить удовольствие. А тут я приезжаю в Москву-Танбасик, кто в Уфке был, помнит три бассейна в чашах, и там галопом носится Леша, прибегает и говорит, у нас, короче, вот здесь ниша свободна, три минуты, готовься. А что?! А, нет, нет, погоди, тут сейчас каякеры бегут, набежали в большой бассейн. Прибегаю в большой бассейн, я уже... Короче, дорожку занимает, мы сегодня динамику плавать не будем. А давай, Леша будет готовиться сейчас к Дубаям, будем делать статику. На глубине. На глубине, голыми, на 26-ти градусном бассейне. Да не было там 27, там пределы, там 26 было. И я залез туда, и я понял, что вот этот фридайвинг, он как-то вот совсем не похож на него. Ну, это, кстати, был очень крутейший опыт, в том плане, что в дальнейшем я просто пытался повторять то же самое, и получать удовольствие от тех условий, в которых ты находишься. В принципе, да, очень быстро. То есть, на самом деле, задача получать удовольствие и не делать это резко. Потому что, если сразу себя в кипяток не видеть, ну, уже как лягушечку в этом. Праздельная биология. Потихоньку варить надо. Потихоньку. И тогда она будет получать удовольствие до самого конца. Я хотел к Лёше нам удобавить. Как? Получать удовольствие. Удовольствие получать постепенно. И тогда вы сможете вот в любом состоянии раз там тащить. Растягивать. А потом тебя на катере в дурницы везут. Ну, нет, мне в Питер вспоминать. Рубан. У меня богато. У меня есть дополнение. Дополнение касаемо исключения Андрея. Знаете, чем заканчиваются его тренировочные нырки в Геленджике? Он выныривает и говорит, чик, я так кайфану. Вот это самое главное. Причем, ну, ты не мелко, не оглас. Нет, правильно? На трес. Поглубь уже. Поглубь уже. Поглубь, да? Вот. Ну, иногда ты чрезмерно получаешь удовольствие. Слишком. Страхующее нервничаю. Страхующее нервничаю. Поглубь. Бывало и такое, да. 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 Ну, кстати, классная история, потому что и в таком, это уже опять-таки, мы в спортивную историю управляемся, но умение быстро настроиться тоже важно, но это уже такое спортивное. У фейдайверов обычно нет спортсменов, нет таких прям необходимости быстро переключиться. То есть там в рекреационном фейдайвере, в любительском таком можно как раз-таки не спешить, ходить, настраиваться. Там тоже все в голове, то есть можно быстро переключаться. И умение быстро переключаться очень интересное, важное, умение владеть своим вниманием, только что быть там активным, ходить и, ну, разговаривать со всеми, а потом пришло время старта, осталось три минут до старта, раз переключиться, настроиться. Быстро настраиваться — это тоже такое умение очень важно и интересно. Так, Женя, расскажи вам свое. Я хочу ответить, сейчас, ну, хорошо. На себя, на себя. Это очень веселявный текстик. Лёша звонит, говорит, давай, в статике полежим. Окей, я покажу, Масик, Лёша нету. Я узнаю, что я не искачу. Короче, Лёша поел, приходит потом, потом думает, что съел буррито, выпекает чай, пополадаясь в статике. Прошла разминочку делать, потом по телефону разговоры деловые ведёт, потом опять разминочка, деловые разговоры, разминочку лежит 7 минут, и всё хорошо, нормально, пусть и буррито. Это умение заплатить. Вот такой, здоровый пункт. Это когда буррито не даёт сокращения, есть секретная техника в поджимании еще аппарата. С помощью пультура. Я как в лотанец просто от индустрии. Кино, как в очень-очень, что я ботил, а кино. Ну-ка, давай я расскажу, что ты меня чуть не утопил. Прошу так, да. Короче, пришла Элот Видарин, как многие из нас, видимо, бросила свою основную деятельность, и пошла, решила... Вы даже не те бросите, подожди. Да, да, да. Ну, короче, вы знаете, что будет, да, в конце. Да, в конце все попросим основную деятельность. Решила, что нужно, раз уж я собралась, как бы, заниматься этим делом серьезно, нужно высшее образование получать на этот счет. Тогда в Рубовке еще был подводный спорт. В итоге у меня диплом по плаванию. Ну, вот так вот. Пошла я, значит... Близко. Да. Нужно было мне... Ну, там, каждую сессию ты сдаешь какой-то там норматив. Соответственно, по подводному спорту нужно было, там, каждую сессию сдавать какой-то норматив. А сессия у заочников училась. Сессия у заочников, ну, довольно такой сложный процесс, когда две недели бегаешь, там, с 8 утра до 8 вечера по университету. Вот, очередной день, я сдала несколько экзаменов, думаю, надо отдохнуть как-то. Ну, как фридайверы отдыхают? В бассейн пойду. Пошел в бассейн. А мне нужно было сдать нормативы, нужно было сдать их Лёше. Ну, я думала, что я их когда-нибудь потом сдам. И вообще, я подойду к Лёше и скажу, Лёша, ты же знаешь, что я ныряю? Ну, чё ты? Но Лёша так, кстати, не дал мне их. Соревновательные результаты не зачел, короче, вот. Прихожу в бассейн, смотрю, Лёша, значит, с переносным магазином своего снаряжения, с кучей ласт идёт на бортик, про который Андрей рассказывал давеча. Приходит, значит, с этим снаряжением. Я ему говорю, Лё, зачтёшь мне нормативы? Он говорит, нет, ныряй. Я говорю, ну, я сегодня не могу, потому что тяжёлый очень день был, я устала, я сегодня не нырну. Он говорит, да нырнёшь ты. Я говорю, ну, нырну, ладно. Надеваю какой-то Лёхин из личного моноласта. Ныряю, там нужно было, там, что-то 120 метров, может быть в этой моноласте. Я ныряю. Лёша смотрит, всё, говорит, хорошо. Я говорю, ну, я тебе раз потом сдам. Он говорит, да чё там нырять-то, ну, типа, 60 метров. Отдохнёшь, ныряй. Я говорю, Лёх, мне будет плохо, я не смогу. Он говорит, сможешь, я не смогу. Готовлю, значит, я говорю, я сейчас на бортике пощаюсь. Я сижу, там подышу, вот это вот всё, подготовлюсь. Я говорю, ты видишь, что я в воде, ты посмотри, пожалуйста, за мной. Потому что, ну, так-то дистанция довольно длинная. У меня там лучше было тогда метров 80 или 75. Я всё прекрасно знаю. Я знаю про СО2, я знаю, что там, типа, что легче становится нырять, если сделать какой-нибудь длинный нырок. Но я, значит, эти 50 метров разворачиваюсь, отталкиваюсь от бортика такая, проплываю в 60. Думаю, ну, нормально, 75, да плыву. Плыву, значит. Думаю, ну, Лёша же всё равно смотрит. Если что, вытащим. Я нырю на борт, у меня самбо, меня трясёт. Никого рядом нет, там какие-то обритания. Я поворачиваюсь, а у Лёши там деловые разговоры. Я присматриваю. Я поворачиваю. Я поворачиваю. Он полноцом. Он не везет. Чего ты застал? Он где-то в 50 метрах там чё-то там. Там последний 25-й. Ну, он как-то 25 на 50, я... Что вы так сказали? 50. Короче, расслабил у меня человек. Настроил. Настроил, сказал, что у меня всё получится. Ну, я всплыла, драмативы мне засчитала. Ну, тоже весело было, да. Держи. Вывод какой? Что можно быстро настроиться, когда даже не... И не утонуть. Когда я не думаю, что готов. Так, давайте приведём к следующей части. Сейчас, подождите, закрепим мысль главы. Да, Лёша, а можно спросить, помнишь, Татья? А кто просто работал после занятия френдаймом со основной денег? Давайте поднимем главы. У меня ещё полоса в окнах. Катя, я сейчас дам. Ребят, я просто свой опыт из жизни, как я всегда говорю своим друзьям, кто курит, говорит, ну как можно бросить курить? Ну как можно бросить пить? Ну как можно ещё что-то сделать? Я говорю, ребят, вы просто никогда не получали большего удовольствия, чем то, что вы можете себе позволить, например, выпить или покурить. Вот когда вы нырнёте, и после этого удовольствия всё остальное мернет. И я вчера, вчера или позавчера, какая-то такая мысль странная пришла. Вот если мне надо будет выбирать между адвокатурой и фридайвингом, что я выберу? Вообще даже не думаю о фридайвинге. А если мне нужно будет выбрать между телевидением и фридайвингом, что я выберу? Вообще даже не думаю о фридайвинге. И дальше я тебе задаю вопрос, а если я должна буду выбирать между семьёй и фридайвингом? О, ужас! Закрывайте, закрывайте. Я не могу дать однозначный ответ, потому что без фридайвинга ты приходишь в какой-то момент и понимаешь, что ты без этого жить уже не можешь. То есть это либо не ты, либо ты и фридайвинг соединяйтесь воедино, это уже твоя сущность. И вот этим фридайвинг страшен и прекрасен одновременно. Как правило, фридайверы не спиваются, как правило, фридайверы не спиваются наркоманами, как правило, фридайверы достаточно… Они с азотом наркоманы. Ну да, вот это да, очень-очень-очень, да, я говорю, ребят, ну по сравнению с вашей пропорции, по сравнению с тем, что ты испытываешь после хорошего глубокого НРК. Конечно, это удовольствие не то. Жалкая пародия правой руки. Про выбор, про выбор. После НРК – это вот это, наверное, удовольствие такое. Контраст не дышания и дышание. Вот оно очень интересное. То есть мы какое-то ощущение испытываем, хотим дышать, всплываем, дышим. Это удовольствие, оно прям… Его можно усиливать опять-таки визуализацией, представлением, что вы вдыхаете… Свет… Определенность… Определенность… Определенность света, воздух… Свет… Просто там… Про дыхание даже. Вот задержка дыхания – это один этап ныряния, да, но есть этап еще подготовки, восстановительный этап после НРК. И в них тоже очень классно работать именно с воображением, с образами, с всякими цветами, ощущениями. И вот это вот удовольствие от дыхания после всплытия, оно очень такое, ну, уникальное, в принципе. Везде немножко другие ощущения, да, обычно в спорте. Удовольствие от того, что ты перестал двигаться, там, плывешь, 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 восстановился, бежишь, 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 восстановился. Удовольствие, что ты не двигаешься и отдыхаешь. Но скорость восстановления все равно не очень быстрая. Скорость она такая… Ну, требуется время. Не такой контраст. Наверное, может быть… Вот это вот такой секрет наркотика бедайверского, да, потому что очень сильный контраст. То есть тут не дышишь, а тут дышишь, и очень быстро видно изменение. Потому что уже прям очень быстро хорошо. То есть физически обычно после нагрузки… после… Ого! Ты… Слышишь? У нас такой классный контраст. У нас такой классный контраст. Выключает. Засвечивает. Вот. То есть мне кажется, вот это может быть такой один из… Ну, как раз таки секрет, да. То есть очень быстрая скорость изменений и переключение после недышания и дышания. То есть это вот… Быстро становится хорошо. Обычно такого… Так хорошо – быстрее не становится. Обычно такого нет. Было хорошо. Вот. Хорошо. Так, Висайфинг. Дальше. Вот следующий. Про путешествия поговорим. Про… Ну, про путешествия. Погласовка, да. У нас путешествия. Это второй такой большой блок в фридайминге, да. Вот мы научились. Что там сразу через путешествие начинает? Ну… Что там… Что с человеком? Человек с лицом? Это… 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 Котик. У нас и котик. Это азиатский фридайвер, да. Они там… Они там… С масками… С масками… Ну, в общем… Там просто… Есть… Красивые подводные места различные в мире. Их много, да. И… Есть… Вот эта вот… Возможность применить свои навыки. Путешествовать. Многие открывают здесь фридайминг через желание путешествовать. Приезжают на какие-то моря, чтобы там иметь возможность поехать туда подвернуть каким-то объектом подводным, животным подводным. Там… Как следующее… Нажмешь на китах. На мягке, как следующее… Будет вам скит на экране для демонстрации красоты. Вот. То есть, путешествие – это, наверное… Ну, тоже такая одна из суперсил фридайбинга. Потому что это… Уникальная такая возможность посмотреть, увидеть что-то необычное, что с поверхности не видно. А… И… Ну, по красоте сравнивают, наверное… У меня тоже образ такой есть. Я люблю горы высокие, да, можно сравнить с горами. Но как будто бы под воду легче, быстрее добраться, чем идти куда-то далеко-далеко-далеко. То есть, в этом плане у нас есть вот совершенно необычный такой очень красивый мир. Очень рядом. Просто многие люди не имеют возможности, не умеют в него погружаться. Мы умеем, учимся. И это вот одна из таких сверх суперсил фридайвинга, что это очень красиво. Это дает нам инструменты путешествовать туда, куда мы даже идем. Даже вот… Даже недалеко. Даже это может быть подмосковное озеро с пасками. Как ты нырял, выехал – озеро. Там уже какие-то там водоросли необычные, какие-то затопленные волги лежат. То есть, там есть объекты, которые прям окажутся в сон. Ныряешь, ты тени, какие-то объекты. Ну, если дальше поехать, уже какие-то животные, рыбы. Охотники, наверное, там большинство какие-нибудь, может, олег расскажут, зачем он охотится. Мне кажется, многие, может быть, там получают удовольствие от нырков и какого-то вот такого нахождения в этом каком-то мире таком теней, образов, фантазий, а все. Ну, если там перед этим еще… Не знаю, про это кто-то не подскажет, я не знаю. Больше получают удовольствие, мне кажется, чем от охоты самой. То есть, конечно, есть какие-нибудь кровожадные охотники? Ну, не все. Наверное, многим просто нравится быть… Иначе не объяснить такой маньякальный желание 5-6 часов под водой, в холодной воде, зимой под лед. Не всегда нравится все-таки добыча. Чаще это все просто то же самое придаверское желание какого-то получения удовольствия, какого-то… Ну, просто попадание в необычный фантазийный мир такой подводный, да? Олег, есть такое? Расскажи, какой у вас главный, кроме охоты самой? Здрасте. Ну, охота, она же разноплажная вообще такая деятельность человека. И охотники, они бывают двух типов. Приходят люди, которые потребители, за рыбой. И, в общем-то, они, как правило, не любят нырять. Если есть возможность не нырять, а просто собирать рыбу, они уступают. То есть, может, есть другая, какого-то людей, для которых главным является непосредственно оборот. И, в общем-то, здесь самое главное, когда пропагандировать правильную подводную охоту и правильное направление, и вообще объяснять людям, для чего это все. Потому что у меня был такой достаточно интересный случай, записалась ко мне на курс группа таких бравых ребят, там, какие они, друзья, они такие там, рыбаки, охотники, ну, уже они какие-то все, мы хотим заниматься подводной охотой. Я распланировал курс. То есть, у нас сначала там три фридайверские тренировки, потом одна охотничая. Ну, и все, значит, там три фридайверские тренировки прошли, я говорю, все, там, завтра берите ружья, у нас тут охотничая тренировка. И они такие, да, фридайверские что закончат? Я говорю, ну вы же охотники. Они говорят, ты знаешь, братан, мы уже как-то… Да. То есть, я могу сказать так, что, наверное, в каждом подводном охотнике где-то глубоко прячется латентный фридайвер, но просто надо помочь людям совершить этот каменгалов и все. Ну, поэтому такие конференции, они на эту задачу направляют тоже. Супер, спасибо. Вот я так и знал. Добыча – это второстепенное, да, это латентный фридайвер говорит. Ну, в общем, вот это просто красота, которая и очень далекая, где-то там какие-нибудь далекие сеноты мексиканские, киты на тонго и так далее. Это такая мечта, которая может прям быть причиной занятия фридайвером. Для кого-то приходят люди и говорят, я хочу понырять с китами на тонго, вот поэтому учусь фридайвером. Есть, ну, может быть, даже таких мыслей иногда и не было сначала. Потому что фридайвер очень разноплановый, новогранный. Просто люди приходят заниматься, ну, с разными идеями. Тут, может быть, у кого-то интересная история есть. Почему там. У кого есть интересная история, вот еще. Потом поделитесь. Ну, была ли такая связка, что путешествие – фридайвер. То есть, из-за путешествий, из-за красот, пришли заниматься фридайвером. Ну, это вот такая мощная часть фридайвера, которую надо тоже прай-прай-рассказывать. Для этого, наверное, очень мощным инструментом продвижения фридайвера, как с точки зрения путешествий, красоты, стали развитием всех наших соцсетей, инстаграмов, фейсбуков. То есть, через фотки, через красивые фотки приходит много. Точно, я знаю, в Азии, там, многие начинают учиться, потому что им нравятся фотки. И девушки, для девушек фотка на длинных ластах – это прям круче, чем фотка на длинных каблуках. То есть, длинные ласты, как там… Ласты длиннее, чем… Ласты длиннее, чем дороги. Все удивляются. Сфоткаться, где это, там, с животными или без животных, просто… Купальник, классный. Купальник, ну скажем, да. У тебя есть специальная линейка для азиатских девочек? Азиаты все берут самые длинные… Можно ли сказать, что у них есть комплекс? Не розовые, да? Это у азиатов даже комплекс, а не у азиаток, наверное. Они увидят… Ну, розовые, да, они очень любят. Ну, просто сама красота, эстетика, длинные ласты, фотографии, длинные ноги – это прямо главное, да. То есть, там уже киты не нужны, если длинные ласты… Вот, поэтому вот эта вот часть очень классная, мне она очень нравится. Есть… Ну, при этом, наверное, очень помогает то, что в эпидайминге… в такие среды, ну, диапазон температур… Действительно, ну, мы представляем, как нырять в любых условиях, и на суше как будто это даже сложнее. То есть, там, пойти на Эверест куда-нибудь или, там, ну, какие-то такие уникальные места, там, где очень холодно, и все-таки… Ну, мне даже это представляется более дискомфортом, чем нырять, там, под лед, под лед, все понятно. Вот костюм… Ну, то есть, у нас есть возможность, есть инструменты, есть инвентарь, чтобы в эпидайминге вот весь спектр температур в любом водоеме нырять. Ну, и как-то вот есть такая… У меня вот есть такое ощущение классное, что в любом точке Земли – Арктика, Антарктида, там, ну, Антарктида, где угодно – можно просто правильно одеться, нырнуть, и это несложно. Вот. Вначале может казаться, что это, конечно, для начинающего нырядещика кажется, что холодная вода – это сложно, но достаточно быстро это проходит. То есть, померив, просто примерив теплый костюм, который нормально сделал, и не душит, и там, и вода не заливается, поняв, что все, изоляция полная, то человек уже готов лезть под лед, перчатки, носки, костюм и все. Поэтому, ну, такая диапазон широкий, очень широкий диапазон. Обычно тепловодные путешествия, они, конечно же, приятнее. Но чтобы, это тоже, наверное, контраст нужен, потому что холодноводный фридайминг – тоже такая одна из тем, да, вдохновляем вас на холодном фридайминге. Вот Андрей любит, может, расскажет, Оля любит, мы тут все под лед. Женя никогда не нырял, но Оля заставила. Нет, потому что я нырял 10 лет назад. Когда-то? Нырял я? 10 лет назад нырял. А ты нырял с пятерку, когда вы были на контактах? У вас бишь, где было холодно? Ну, холодноводный фридайминг у нас в России, мне кажется, подстегнул очень сильно локдаун, потому что некуда было ездить. Пошли в голову всякие, пошли, пришли идеи всякие. Все эти спусками делали. Да, или под лед, или в длину, глубину на Байкале. Но это хорошо, потому что действительно помогает развитию, если в стране есть такие новые активности. Ну, в общем, в целом, сначала тепловодный фридайминг, конечно, для первых шагов важен, чтобы получать удовольствие, а потом уже, вот контраст какие-то, то есть вы поныряя в холодной воде, потом в теплой воде двойное удовольствие получаете. Чтобы понять, насколько приятно нырять в теплой воде, нужно понырять под лед. Это усилит ваше расслабление. Есть какие-то истории про путешествия, про приходы в фридайминг, из-за путешествия, какие-нибудь мечты про российские водоемы, лилии, посмотреть на лотосы из-под воды? У меня очень большое наблюдение, что многие приходы в фридайминг не пошли к психиатру. Ну, в Москве — да. Это зависит от места. В Москве сколько плацетов, половина. Мне кажется, надо с театром коллаборацию. Вы таблетки или посчитаете, что они на значение выставили. Вот, кстати, вот где надо рекламируйте. Мне кажется, там наша основная аудитория. Надо вешать поографии, надо вешать плакат вененах. Точно. И на них психиатов делают просто какие-то сессии, приставив… Лёша приходит новичок, он говорит, я вот такой нервный, мне нужно успокоиться. Она говорит, детство, мы успокоимся. Дальней половины психов, как минимум. Приходят родители, это через одного говорят, что мне нужно успокоиться. Ну, да, 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 да. У меня это получается тронично. Ну, да, можно сказать, что путешествие – это что-то, что, может, если так сначала не была причиной начала при дайвере, то потом она может стать именно причиной усиления любви к при дайвере, желания больше места следовать, подготовиться к чему-то. Может, стоит задача или мечта есть такая вот – продавать брюхов в Дахаве. То есть требует долгой, долгосрочной подготовки. 55 метров, 20 метров пройти. Нужно нырять 70, условно, чтобы пройти. Это такая реальная история, вполне… Ну, это такое целое приключение. Кто хочет продавать арку в блюхоле? Нет, я историю просто. Какая арка интересная способа продавать. Вот, есть, есть. Так, вообще, у меня тут маленькое достижение случилось. У меня микрофоны не будут. Нет, мне зачем? Я истовать не хочу сейчас, как он. Я, получается, 6 лет фридевингом занимаюсь. И сразу же очень хотелось, чтобы у меня семья как-то к этому пришла. Но они все на меня смотрели и говорили сначала, что ты ненормальная, а потом говорили, ой, классная. И тут мне вчера или позавчера звонит мама и говорит, «Слушай, у тебя если место свободное на курсе будет, возьми меня». Я ее столько раз пыталась уговорить. Она трижды была в Дахаме, чтобы вы понимали. Последний раз, когда мы с ней ездили в Дахам, она тоже такая смотрит. Получается, знакомая с большим количеством фридаверов. Она ходит, смотрит, говорит, что ты работаешь, не хочу больше. В следующем апреле приеду к тебе в Дахам, да. Ну, в общем, как-то надо что-то с этим делать, потому что работать в офисе я больше не хочу. Я говорю, молодец, все правильно взялось. Сейчас звонит мне, говорит, у тебя на курс вообще. Говорит, ты че вообще? Ну, в Дахаме были, в смысле я ее могла прям… Я прям хотела в море ее научить нырять. Прям не в бассейне, а прям… Она отказывалась категорически, столько предложений было. Говорит, ты так вот ездишь, что-то в фотки какие-то красивые, ты постоянно что-то там видишь. Я тоже хочу. Вот, путешествия, да. И я такой пришел, случился, да. Через какие-то путешествия и через вот эту вот расслабленность. Да, да, она видит фотки твои и хочет так же. Ну, типа того, да. Ну, это прям удивительно. Шесть лет прошло, чтобы она мне позвонила и сказала, что хочет научиться. Ну, наверное, это больше взялка, действительно, европейская история. Да, нет, ну просто соотношения разные. У нас все равно, я думаю, есть. Тут, может, просто доехали всегда. Нерепрезентативная выборка у нас здесь сидит, потому что все доехали, кто прям тренируется там, или… Вот, может, нас предшествовать и там… Просто и не так много. А так, в общем, в России не уверен, что… Ну, я могу на очках. Вот, вот. Знаете, расскажи, Маша, про свой… про свой главный. У тебя… Я слышал, на Кубе сейчас, на Кубе, ты отказывалась тренироваться. То есть, это было удивительно. Мне ребята говорят, что Маша никогда не отказывается тренироваться. Но Маша себя ныряет там ночью под лед Байкала, до самого дна, там, 20-30 метров, у нас была веревка, да? Вот. А тут на Кубе говорят, нет, я не тренировался, я приехала, получаю удовольствие от китов и крокодилов, да? Ну, на самом деле, да, я пришла с китами, потому что он с китами, с китами, с животными, с крокодилами. С китами. Вот. Кокодил большой был на Кубе? Ну… Ну… С ферурским. Валик. 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 Ну вот, вот. То есть, есть, все равно. Я думаю, у каждого какая-то такая мысль есть. Хочу вот так понырять кайзаки. Поэтому… Путешествие буквально коротко. Ну, я пришла случайно. Кстати, Надя, которая здесь сидит. Про путешествие. Я вот всю жизнь посмотрела на фоточки Лешины с китами, когда там… И Гийом еще любит пост, когда они там вокруг китов, значит, что плывают. И у меня была мечта понырять с китами. И я в этом году, я очень счастливо приехала на Камчатку понырять с китами. И все оказалось не так, как я думала. Потому что, оказывается, киты вообще не стоят вот так вот. И они улыкают. И мы там конялись просто на моторной лодке практически за этими китами. С кукошками. Да. Не с кукошками. Да. Не с кукошками. И нужно было спрыгнуть быстрее, пока он еще не нырнул. Потому что они сразу же там… В общем, на самом деле, это потрясающая, конечно, история. Благодаря тоже вакдауну. Минутка рекламы по поводу наших путешествий. Вот Камчатка, Владивосток. Там реально можно унырять и наплавать и с китами, и с котиками, и с касатками. Просто невероятная фантастика. Бюджет гораздо круче, чем… Ближе. Да. И ближе, да. И меньше. С точки зрения денег там очень тонко. Тот же самый. Поэтому… Да. Путешествия хорошо. Да. Почему Тонго? Ну, Россия очень классная. То есть, если есть возможность две месяцы туда ехать, смотреть. Минус там именно… Почему Тонго? Ну, там… Потому что там можно сделать только фоточку. Там… Нет, просто она из немногих мест в мире, где прозрачность хорошая. Прозрачность. Прозрачность. И они там как раз таки больше стоят. То есть, вот обычные киты, да, конечно же, они стоят. Они будут после дела. Там тоже они будут после дела. Но часто вот мама с детенышем, соответственно, детеныш не может быть постоянно, он отдыхает. И они стоят. Ну, и там вот они прям… Там тоже есть свои правила. Тоже нужно прям… С китами это целое такое приключение. Весь день. 7-6-7 часов уже на водке. Ну, это очень интересно. А, кстати, по поводу путешествий, еще и большинство людей реально думают, что мы фридайверы, вообще все знаем про глубину. Мы когда на Камчатку ехали, ну, там же киты, большие животные, страшные. Я пишу организаторам, говорю, слушайте, а они не знали, кто я, что я. Я говорю, а вот нырять с китами, ну, кто-то есть, кто знает, как, какие правила, объясните. А она говорит, вы не переживайте, с нами едет опытный фридайвер. Ну, ты не в сериал, если я открыл Яндекс, начала гуглить там все то, что… Да-да-да-да-да. Открыл Яндекс, начала гуглить, потому что… Катя, расскажи, какое у тебя отношение с путешествиями? Я очень наркоманка по путешествиям. Если бы все деньги, которые я потратила на путешествия в своей жизни, сложить в какие-то нормальные накопления… Илон Маск бы плакал, наверное. Я потратила, по-моему, году еще в 90-м первые свои 100 тысяч долларов на путешествия, это тогда можно было купить сразу 4-5 квартир в Москве. То есть я спускала деньги все на путешествия. А фридайминг придал этому смысл. Потому что если раньше это все было бессмысленно… А фридайминги делали… О смысле? Да. Как бы я не просто… А как бы я что-то важное делаю для… Я не знаю для чего, но я думаю, что это очень важно. Причем важно для человечества. Нет, не для себя, а для человечества. Это слишком мелко сделать что-то для себя на такую сумму. Вот. Хорошо. Ну, в общем, путешествия, красота, фотографии. То есть мы первым про обучение когда разговаривали, говорили про то, что может быть кто-то из вас станет таким амбассадором фридайвинга, будет инструктором, сохранять любовь к фридайвингу. Вот эта часть, связанная с путешествием, это делается уже через другие инструменты. Не только через обучение, но это уже через фотографии красивые, видео красивые, активность в социальных сетях. То есть через такую активность вы можете поспособствовать росту сообщества, потому что знаете, что это очень мощный механизм, это вот то, что позволяет спорту, индустрии расти, красивый контент, какие-то разноплановые видео, да, от целого продакшена, документальных, художественных фильмов, как Геом делает такие красивые. Они очень мощно увлекают людей в фридайминг. Кто пришел в фридайминг, потому что видел красивые какие-то ролики Геома, кстати. Есть? Есть. Ну, потому что они разошлись, вирусный эффект работает, работает, работает. Если вы там личные, даже не супер продакшен, а просто личные фотошки подводные, это ваши друзья. Ну, если у вас в Инстаграме 100 друзей, это уже супер продвижение, да, на 100 человек уже рассказали, что… или там на 2, на 5. Не важно, 100 или 5. 5 тоже много, да, то есть больше, чем вы один. Поэтому если вот каждый… Вот все равно идет распространение, поэтому вот этого понимания, что не надо иметь там тысячи подписчиков, просто какие-то десятки, сотни – это вы транслируете уже этим десяткам и сотням свою любовь к фридаймингу. Говорите про путешествия, вспоминаете про… про удовольствие тоже можете рассказывать про обучение. Вот. Но это вот… это вирусный эффект как раз-таки. То есть если вы транслируете это больше, чем одному человеку, то вы растите, да, то есть где-то 1 к 10. Там где-то кто-то из них тоже начнет, тоже будет транслировать, поэтому трансляция красоты такой, фридайминга, это очень важно. Мало виды спорта просто, у которых есть красота такая. То есть я не знаю, там нет такого, что в зале там плывут пловцы по бассейну, такие фоткаются в бассейне на дорожке такие. Такая эстетика такие – ааа, как красиво, все такие смотрят на него. Смотри, какой кафель, какая дорожка, да. Или там бегуны те же самые, да. Но хотя бы вроде бы природа, там кто-то бежит по лесу. Но даже вот в лесу вроде лес красивый, но нет такого в мире, да, такого тренда, что вот бежит бегун, марафон в лесу, все такие смотрят, какая птичка, какое дерево. То есть нету, а вот под водой есть, под водой есть. И вот нам очень в этом повезло. Надо это очень ценить, это использовать. Это вот такой супер инструмент, да. То есть все равно там просто под водой уже сфоткался в длинных ластах уже красиво. То есть нет такого, что сфоткался там в красивых кроссовках, и уже все там ахают, дохают. А тут в ластах сфоткался. Не смотря какие там, тут ноги головнее, наверное. Если девушка сфоткалась, там девушка в кроссовках. Да, девушка в кроссовках. Но это не так, это надо постараться. А фридайверы могут быть не обязательно там с накачанными ногами. Костюм одел, ничего не видно. Уже как будто бы, уже как будто стройный. То есть это уже, у нас есть еще одна, у нас есть еще одна сверхпособность. Сейчас подойтись. И почти лавка все. Оля, расскажи нам. Все же знаешь, что в колесах. Не, все равно это же правда. То есть там в других спортах нужно выглядеть суператлетично, чтобы подлечь внимание какое-то там и быть там. В эгэдайминге, любой, я не про девушку, я про мужчин. Я про мужчин, да. Гидрокостюм одел, гладкие, облегающие, скользящие. Все это вообще. Чистые вот прям. Красивые. Красиво, красиво, да. Красота. Вот. Поэтому вот такая вот история. Поэтому к чему это? К тому, что через вот такую публикацию, через вашу даже небольшую активность, вы можете помогать растить льдами. Вот. Становитесь. Становитесь. Подводный фотограф может становиться. Подводное видео. Гопрошки. Даже, кстати, вот фото сделать потяжелее, потому что все-таки там фотографом, чтобы быть подводным, красивые фотки там виденье и так далее. А снять видео на GoPro и замедлить его, ну, не сложно. Любое видео, которое замедляешь подводным, он становится красивым. То есть, в принципе, даже не надо быть… Не надо быть… То есть надо, чтобы рука просто не переслась, и все, у вас уже хороший пост. Да. Хорошо. Поехали дальше, к следующему тому, финале нашему спортивному блоку. Поговорим про спорт, про соревнования и как это помогает. То есть, спорт вообще, если сравнить по объему людей, которые интересуются, количество, которые интересуются спортом, все равно их намного-дамного меньше. То есть, тут много у нас спортсменов, только у спортсменов российских сидит, международных тоже. Ну, не все, естественно. Но многие интересуются здесь спортивным придаймингом. Ну, все равно меньше, наверное, меньше половины. Тут тематическая конференция, поэтому много просто таких именно активно интересующих своим развитием результатов людей приехало. Вот. Ну, в общем, все равно гораздо больше людей, которые не занимаются спортом, но спорт, он помогает тоже развивать придайминг очень сильно, потому что есть вот инфоповоды, есть рекорды, это инструмент маркетинговый, да, это вот там, ну, просто даже, с моей точки зрения даже вот, то есть, когда рекорд там мира ставишь первый, это прикольно. Это приятно, да, это приятно, это интересно, это вот, ну, кажется, что это круто. Хотя, когда я первый ставил первый рекорд мира, я не понял, что произошло. Я пошел спать потом вечером, там, не как многие, пошли пухать или что-то там отмечать. Вот. На этом я был тогда еще в университете студентом. Малый Глуб. Малый Глуб, да. Ну, мне было двадцать один год или сколько? Двадцать? Двадцать восьмой год. Двадцать один год не было, да. Я в БелАЗ такой, в Моноласе, ну, в бассейне еще, в бассейне еще, в бассейне еще. А потом уже, когда там через четыре года я постарался сделать глубинный рекорд мира, я это уже прочувствовал побольше. Но все равно со временем, то есть сейчас уже нет никакого удовольствия сделать рекорд мира, и я это принимаю как общую такую просто важную историю, которую я делаю, чтобы там люди вдохновлялись, чтобы какие-то транслировать мысли про френдами, чтобы тут вам рассказывать какие-то свои соображения по поводу удовольствия, про путешествия, чтобы вы меня слушали. Не было бы рекорд мира, никто бы не пришел. То есть это такая история, которая, ну, спорт позволяет, ну, тоже он, это очень мощный инструмент, хоть нас и мало, нас и мало, спортсменов таких, да, потому что не все хотят все-таки… Получать удовольствие. Получать удовольствие, но заморачиваться с тем, чтобы подумать, придумать, натренироваться, как получать удовольствие, когда вроде бы не получаешь удовольствие. Вот. То есть это надо очень быть упорным для того, чтобы научиться получить удовольствие, когда хочется дышать. Но вот есть маленький процент, там меньше 2% условно, я не знаю, ну там такой статистики прям нету, но это прям 1%. Прям думаешь 1%? Даже не 5? Даже не 5, я думаю, 1. Ну, гораздо больше вот этих вот латентных фридайверов в лице охотников. Если взять латентных фридайверов в лице охотников, то будет 0,01. Потому что охотников в мире там десятки миллионов, там миллионы какие-то, да? Ну так, есть миллион угоденные там. А тех, кто не знает, что они в лице охотников? Ну это самая большая тайна, потому что как посчитать охотники? Живые тайны, они же не лицензируются. Ну да, ну... На скидку так, да? Ну так, я думаю, что на скидку на Россию в прошлом тысяч, наверное, 400 рублей. Ну может это не выделяются ли они, как бы, какой-то корреляцией с собой, я не знаю. То есть в России столько, но в мире, можно сказать, что это какие-то миллионы. Миллионы, миллионы, 10 миллионов, плюсы. Вот. А фридайвер, представляете, считают, что фридайвер, фридайвер? Фридайвер тоже там не пришли. Коммерческие компании все раскрывают все. По поводу ружей. Они друг мой. Фридайвер говорит, поедем, купим мне ружье. Я говорю, ты что дурак, что ли? Какое тебе ружье ты нырял никогда? Он говорит, тебя же не спрашивают, дурак я или нет? Я спрашиваю, купить мне ружье. Мы приезжаем в Марес. Он, человек достаточно богатый, покупает рифл себе вот такой за 3 доллара. Костюм в ласты. Я на него смотрю, говорит, ты с ума сошел? Он говорит, я сейчас лечу на губу. Я об этом во всем сфуктку на берегу. Олег Витович, 390 900 ружей, я думаю, продано примерно. Фото. Девушки фоткаются с длинными ластами, а мальчики фоткаются с большими ружьями. Я понял, что нужно продавать себе, кто продавал свои мальчики фоткаются с длинными ластами. На самом деле, есть люди, которые начинают самих коллег немало. И когда человек в ближней сентябре, спорта не озакончен, разрядность стоит до 20 лет и какое-то уныние. И тот человек, с удивлением, знает, что он в 40-50 лет может быть спортивно, стать мальчиком спорта. Весь шок. Те, кто по мальчику, они не понимают. Это другое качество жизни, реально. И ощущение в голове о себе совершенно другое. Человек меняет вот это отношение, что я там, ну там, да, 50 лет, и не 50 лет стал чемпионкой Европы. Блин, в каком виде спорта это еще возможно. Поэтому это не мальчик, а не по мальчику, а ты наравней. И вот люди, когда у нас получают разряды, то в 40-50 лет у них они по-другому все. Я сейчас думаю, что закончила жизнь, а тут еще. Это, на самом деле, это порой важнее, чем рекорд. Потому что, ну, те, кто переваливает в этот финновозрастной период, действительно, ну, а кто-то как оптимизонент. Это категорически важная штука. Это взрослых людей, что... Да, особенность спорта в любом возрасте. Потому что у меня сейчас, когда я сяду, ну, человек говорит, смотришь, ты хочешь. Как, ну, ты на разу не столько лет, у меня есть значение. Ты можешь что-то, если хочешь. И для человека не ради, там, и там, и там, и там, и там, и дети, и прочее. Там, я там, племянники, которые мне не занимаются за спортом. У меня такие девушки, когда там, в возрасте все эти самые, и они начинают заниматься спортом. То есть, побеждения не действовали. А действия, когда кокнут, имиданка в суде, все, и они уже... Ну, они пока не предали ничего, у них нет рядом в бассейне, но факт то, что она для них это стала важным. Именно примером. То есть, вот этот момент возрастной, он категорически важный. Да, да. Ну, и вот в оба диапазона, там, крайних, какого, части диапазона можно посмотреть и в сторону возраста старшего и возраста младшего. То есть, предали очень разнообразно. То есть, он... И дети тоже любят соревноваться. И вот, даже 50 лет, это вообще не возраст в фридайлинге. А вот у нас Сергей, 70, в бассейне... 71, да? 71, да? Гурочкин, да. Он в 71 тренируется, выступает, приезжает дохал. 200 делами, да. 200 метров в динамике. Это он у нас в бассейне, на проводе такой. И тут приехали с ним машины в патерновании. Он по телефону с кем-то разговаривает. Сергей говорит, я девушка, чемпионат России. И у него это была такая... Он и каждый, кто ему звонил по телефону, я спас меня. То есть, человек себя по-другому стал ощущать. И очень важно. Второй, еще один момент. Извините, соревновательная бредарность, когда ваш соревнование, оно не самое главное должно быть, разврат. Так как мы еще, что ты регулярно занимался. Это мотивация, да. Мотивация регулярно заниматься, супер-неватка. Но мотивация хорошая. Вот, вот в Гоздер, супер и много примеров. И очень, если есть эспидайверы, которые 8 минут задерживают дыхание, ныряют внуку, 7 мм плюс. Там их мало совсем, но... Категорически, как он диспансер, у нас знакомый врач, мы к нему, как он засправдывает, вы все очень здоровы. Он сам как-то...